Значит, смотрите следующее. Указание цены в объявлении, опять же, по исследованиям Яндекса, незначительно снижает CTR, но зато увеличивает конверсию. То есть, собственно, что происходит? Да, конечно, клипы начинают меньше, нам же все-таки с вами нужны не посетители ради посетителей, нам нужны продажи, какие-то, собственно, действия. Поэтому это вполне оправданная жерба, потому что денег мы начинаем тратить меньше, а конверсия увеличивается. Значит, за счет чего это происходит? Когда мы указываем стоимость, первое, мы однозначно показываем, что мы продаем товар или оказываем услуги, и на нас не кликают те, кого, не знаю, интересуют общей информацией, но вообще не собираются покупать. Второй момент, на нас не кликают те, кого не устраивает наша цена, и наоборот, начинают кликать те, кого цена устраивает. Но за счет этого получается суммарная конверсия получается лучше. Значит, смотрите, я по-другому проформулирую этот рецепт. Если у вас есть возможность, то отсеките лишнюю вашу муниципальную аудиторию еще на моменте объявления. Значит, давайте приведу реальный кейс. Дело у детей, да, как раз в туристической компании происходило у них следующее. Огромное семантическое ядро, все хорошо подобрано, вполне нормальные объявления, значит, запущена реклама, огромное количество переходов, огромное количество звонков, рекламная компания уничтожная. Почему? Потому что большинство звонков, собственно, людей интересуют различные горячие туры, там, в Курсу, и в другие страны, но по маленькой цене. Соответственно, агентство небольшое, туристическое, оно не может конкурировать с туроператором, он продает, по сути, те же самые, там, туры по той же цене. На таких, там, дешевых турах зарабатывают какие-то, соответственно, копейки. То есть рекламная компания не отбивается. Значит, мы истинно, что самым, собственно, таким рентальным продуктом, основным продуктом, на котором они живут, это дорогие туры, и, прежде всего, это индивидуальные, индивидуальную собственность. Вот по всем тем и самым запросам, но переделали объявления серии, там, слетай на Бали, там, 5 тысяч евро, да, там, съездили на Мадагаскар с частым гидом, там, за, не знаю, 6 тысяч евро и так далее, соответственно. Что произошло? Бюджеты резко сократились, то есть кликать по этим объявлениям стали гораздо меньше. Бюджеты сократились, переходов стало тоже меньше, звонков тоже стало меньше, но вот таких продаж стало больше. Клавная компания стала, соответственно, стала отбиваться. Это информация какого года? Это было 3 года назад. Извиняюсь, я вам вопрос. Извиняюсь, что совсем не знаю, а группа назад, кажется, в полтора, где нам минимальная цена клик и неотделения. Если таким образом они отсекают группу пользователей, то есть у них пока зайдут кликными, и ядекс начинает крутить минимальную цена клик. То есть, чего экономия, то есть, если огромное, что это тематическое видо, экономия, она... То есть, вы слышите? То есть, экономия и то, когда ухиление съедет, вы чуть-чуть не говорили, слетает на боли за 5 тысяч евро, и это очень, и та пиратура, они на них много зарабатывают. Они платили, готовы по 5 долларов, вопрос там с экономией и неотделения. История конверсии для посетителей, просто включить информацию о том, что произошло, и когда он сконвертировался, то это вопрос номер один. Телефон, обмена телефонов, вопрос решается. Вы что делали? Да, давайте, давайте я еще и поеду. Поехали вопрос, пожалуйста. Давайте я закончу весь блог, тогда да. И потом мы строим этот вопрос. Поехали вопрос. Просто здесь какую цену мы штанавливаем, здесь для кто-то компания, она не будет и будет. Какую цену штанавливаем, как ту или руку? Надо разделять запросы. То есть, если вы можете видеть тех, кто ищет как бы оптом, то нарктовиков делать от них, для них сортов, на розницу, соответственно, другие. Давайте я это правило как-то сформулирую. Смотрите, первой частью включения запроса пользователя в объявления мы привлекаем внимание на себя. Второй частью нам надо отсечь нецелевую аудиторию. То есть, это делается либо ценой, либо вы пишите, что вы оптом, либо вы пишите, что у вас, не знаю, объем заказа на 10 тонн. То есть, каким-то образом вы себя позиционируете, отсекаете лишнюю аудиторию, чтобы на вас не кликали те, кто не будут, соответственно, покупать. И третья часть, это мы привлекли внимание, отсекли, а третью мы должны замотивировать, собственно, на клик тех, кто является нашим целевым. И третья часть, это место для креатива, это место для использования каких-то там продающих добавок. В частности, если говорить про электронную коммерцию, то такие слова, как доставка и курьер, они увеличивают и кликабельность, и, соответственно, конверсию. Значит, других тематик могут быть какие-то конкурентные преимущества. Не знаю, там, работа заявок в течение дня, да, там, какие-то гарантии 10 лет. Ну, собственно, вот, привлекли внимание, отсекли лишнее, дальше мотивируем и оперируем своими конкурентными преимуществами. Хорошо работают еще такие, там, вещи, как скидки, акция, распродажа и так далее. Единственное, не стоит обманывать пользователей. Если вы делаете по скидке акции или распродажи, то подтвердите эту информационную страницу, на которую поиск попадет действительно и доставьте ему скидку. Значит, следующее. Все вот эти практики, работы, которые, говорю, они верны для результатов поиска. То есть, там модель поведения пользователей мы разобрали. Вводит запрос, ожидает его увидеть на странице, мы его показываем и, соответственно, конвертируем на сайт. В партнерской сети ситуация другая. Никто, никакой запрос никуда не вводим, соответственно. Живым подсвечиваться ничего не будет. Разница в модель поведения пользователя, который вводит запрос в поисковике и пользователей, которые ведут рекламу в партнерской сети, они совершенно разные. Тот, кто вводит в поисковик запрос, он изначально вводит запросы для того, чтобы перейти на другой сайт. Это его задача. Пользоваться поисковиком как инвентационной системой. Пользователь, который находится в партнерской сети, он читает какую-то информацию. Он приходит по странице, вообще не собирается никуда переходить. У него, как бы, наше контекстное объявление – это вторичный элемент. И здесь, значит, место уже каким-то там креативом, незаконченным вопросом, каким-то интригом, открытым, незаконченным историям, открытым вопросом. Ну, то есть там, соответственно, там, куверение причины пожара. Ну, здесь плохой пример. Я приведу хороший пример. Безъявные со специалистами. Рассказывали, значит, у них один из рекламодателей. И отпустил контекстную на партнерскую сеть, которая работала только ночью. Объявление звучало примерно так. Что не спится, закажи пластиковые окна со скидкой ночью. Реально ночью, если по этому бригаду перейти, то можно было вызвать там, значит, замерщика, бесплатно, и скидка 15% за это предоставлялась. Ну, здесь вот что-то, соответственно, такое. Здесь можно уже креативить, ориентируясь на тематику, а не нахождение какого-либо заброса, что заброса как какого-то какого нет. Значит, следующее. Правило трех триков. По умолчанию правило трех кликов звучит так. Если пользователь, попав на наш сайт, в течение трех щелчков не может найти интересующую информацию, то мы его теряем. Значит, это правило используется в непроектировании интернет-проекта для того, чтобы правильно продумать навигацию. Вот с точки зрения контекста это правило выглядит более жестко. Фактически можно считать, что первый клик пользователь делает, вводя запрос в поисковик. Второй клик, он делает клик на наше контекстное объявление. Все, у нас остается максимумом один клик для того, чтобы привести вот интересующую информацию. Значит, с другой стороны, опять же, на модели поведения пользователя. Давайте поговорим, о чем идет речь. Смотрите, поисковые системы нас приучили не только потому, что запрос, который мы вводим, видит подсветить, будет присутствовать на странице, подсвечен жирным. Поисковые системы привлечили нас в том, что если мы на какую-то страницу, на какую-то ссылку из поисковика щелкаем, страница, на которой мы попадем, будет отвечать нашему запросу. Это принцип работы поисковых систем. Соответственно, модель поведения пользователя в поисковике следующая. Выходил взглядом в свой запрос, кликнул, есть там несколько, условно говоря, миллисекунд, когда он смотрит на страницу, если страница не то, что ему нужно, она просто закрывает и двигается дальше. Потому что у него под рукой еще 9-10 других страниц в результате поиска, которые должны соответствовать его запросу. Не будет тратить время на то, чтобы разбираться. Значит, соответственно, реальные примеры. Страховое агентство. Хороший запрос, хорошее объявление по запросу. Страхование жизни. Показывается объявление. Страхование жизни для вас и вашей семьи. Там скидка до конца июня. Предположим, мы на него щелкаем, попадаем на главную страницу. На которой там написано. Застрахуй автомобиль, показка со скидкой 20%. Значит, там застрахуй свою недвижимость и тому подобное. То есть, где там страхование жизни, этот пользователь должен еще разбираться, искать и так далее. То есть, скорее всего, если пользователь пришел из поисковика, то это довольно большая вероятность, что его потеряет. В действительности, по такому запросу нужно приземлять на отдельную страничку, где будет написано, что у вас там самая страховая из всех страховых страхований за счет жизни в городе, клиенты, с которыми вы работаете, красивые фотографии менеджеры, телефон, формочку. Все. Больше пользователю никуда так выходить не нужно. Отсюда приведу еще, как бы, реальные кейсы и практик. Собственно, резюме. Под каждые запросы, под разные запросы, стоит создавать не только разные объявления, но и на самом деле разные страницы, которые вы приземляете пользоваться. Это уже вопрос, как бы, того, чтобы не происходить после клики, конкретации. Смотрите, я рассказывал, например, про туры. Вот у нас есть замечательная возможность. Мы знаем, что интересует пользователя и что ему важно. И на самом деле, по запросу «Горящие туры с детьми» нужно приземлять пользователя на странице, на которой будет написано хотя бы два абзаца, из серии, что вот мы специально для вас подобрали там туры и отели, в которых лучше всего отдыхать с детьми. Если пользователь выбивает запрос «Горящие туры в Египте для молодоженов», значит, приземлять его на страницу, где написано два абзаца, мы потратили время и подобрали для вас лучшие отели для молодоженов. В действительности, не могут быть одни и те же отели, одни и те же туры, да? Но мы можем оперировать тем, что для пользователя, как бы, важно. Значит, реальные еще примеры из жизни. Значит, делал уйти в компании, которая занималась продажей генеральной техники. Значит, я вообще-то здесь чуть-чуть пофилософствую. Откуда вообще в интернете берутся сайты? Чаще всего происходит удивительно следующее. Директор по продаже приходит, поднялся, говорит, вот это наш прайс-лист, сделайте по нему сайт, делают сайт. Или приходит директор по маркетингу, говорит, вот это наш буклет, сделайте по нему сайт, делается сайт. По факту, на самом деле, правильная модель проектирования проектов это сначала изучить структуру запросов, изучить, что ищут пользователи, как они ищут, что им важно. После этого спроектировать вот эти запросы, соответственно, ваш сайт. Поверьте, в действительности у вас получится очень хороший сайт, который будет пользоваться быстрее и удобнее даже тем, кто пришел не с прайс-ковика. Потому что у вас будет структура в соответствии с потребностями пользователя, не в соответствии с тем, как у вас прайс-лист составлен. Значит, реальные примеры. Интеллект-магазин занимается продажей копировальных аппаратов. Значит, в ходе он идита выяснил, что есть явно структуированные запросы, типа копиры А0, копиры А1, копиры А3, или принтеры А0. То есть, когда пользователь вводит запрос, копировальная техника, которая его интересует, это сразу формат. Ну, то есть А4, А0, А1 и так далее. А в интернет-магазине нормальный, рабочий, все супер. Но в интернет-магазине навигация сделана таким образом, что можно посмотреть либо копировальные аппараты по производителям, либо копировальные аппараты по типам, там, лазерные, струйные и тому подобное. Нельзя посмотреть, какие А0 всех производителей и всех, соответственно, типов. То есть, вроде как, как банальность, да, но нормальный проект сделан нормальный в студии, нормальный заказчик. Мы вот не предусмотрели этого. И пока такие вещи не следишь, то, в принципе, им не видно. А в действительности это означает что? Это означает то, что даже если пользователю, условно говоря, просто дали визитку, сказали, вот хороший сайт, зайди, там ты купишь копирование аппарата. Он выпадает на этот сайт с задачей купить копию на ноль, он обрещён на провал. То есть, либо ему там три часа прокликивать, соответственно, все ссылки, и ему единственный вариант отводить менеджеру. Соответственно, что сделали? Сделали отдельную рекламную кампанию под такие запросы, которые ввели на отдельные страницы, где уже там всё нормально было с продукцией, но через месяц эта форматная тема начала продаваться. Значит, окей, про создание объявлений. Теперь готов на вопросы, только давайте не очень долго. Остались вопросы? У нас учитывается одна рука и 10 кекс, да? Единственное, что люди ходили туда. То есть, у нас уже 5, а вот и есть. Смотрите, это всё всё-таки среднее по больнице. Значит, я не буду включать и туда, и туда. То есть, реально... Убеличится ещё больше, чем на 25, да? Ну, думаю, что да, значит, здесь рекомендация такая ещё более тонкая. Смотрите, вы никогда не увидите в статистике Яндекса, можно в статистике Рамблево посмотреть, порядок слов. А как правильно написать? Электрические нагреватели или нагреватели электрические? Да? То есть, в каком порядке? Для Яндекса, для контекста это всё одно и то же. Соответственно, ну вот, можете чуть-чуть поиграть. Вы можете в заголовком написать электрические нагреватели, а в текстом написать нагреватели электрические. Ну, то есть, в другом порядке. Так и так подключится жирно, но вы, русло на геря, полюбаете свою аудиторию вне зависимости от порядка слов. И объявление будет чуть-чуть.